Приветствую всех и вся YouTube! Вот и настал черёд рассказать о другом мультсериале про известного всем Человека-паука. Идя по хронологии, сегодня у нас на очереди грандиозный Человек-паук. И если это видео наберёт 150 лайков и 2000 просмотров, то я продолжу радовать вас новыми обзорами про Паучка. Итак, поехали! Сам мульт вышел в 2008 году и насчитывает 26 эпизодов, разделённых на 2 сезона. Соответственно, достаточное количество серий, чтобы показать нормальную и размеренную историю приключений Питера Паркера в образе Человека-паука. Я так думал. Сначала. Но честно, всё вышло не так однозначно и об этом я скажу ещё в конце ролика. Сначала о сюжете. Питер Паркер уже какое-то время Человек-паук. Учится в школе, у него начинают появляться враги, жизнь близких в опасности и бла-бла-бла. В общем-то, обычный замес. Но создатели приятно удивили меня тем, что вот он, первый мультсериал, который показывает школьные будни Питера. И захватывает всех персонажей, которые хоть как-то, но мелькали в комиксах. Невооружённым взглядом видно, что стилистика и общий тон повествования взяты из оригинальной линейки The Amazing Spider-Man. С нотками вкрапления вселенной Ultimate. Короче, на выходе у нас получается мешанина из двух глобальных историй, которая как раз и задаёт оптимальный настрой зрителю. И мешанина это не оскорбление, а комплимент. Просто слово лучше не подобрал. Ну и отменный экшен и драки. Они тут просто невероятны и приятны глазу. Некоторые концепции персонажей переработаны. Эдди Брок тут по сюжету не соперник Паркера, а его друг с самого детства. Любовным интересом Питера тут является незнакомая всем Мэри Джейн, а Гвен Стэйси. Хотя Паркер и тут отметился, то он с лиц Ален, то симпатия к Мэри Джейн, то всё та же Гвен Стэйси. Короче, он тут как и в остальных мультах про Спайди, всё такой же Казанова. Кстати, насчёт Гвен Стэйси. Это именно тот персонаж, которого кардинально поменяли. Она тут не красавица, за которой ухлёстывает половины школы, а серая мышка, втайне любящая Питера. И добрая часть серии строится на построении химии между двумя ботаниками. Мягко говоря, за этим забавно смотреть, ведь за промежуток от первой до конечной серии происходит много событий и конфузов в их отношениях. Насчёт Эдди Брока и его дружбы с Питером. Тоже нужно вставить свои пять копеек. Наконец-то Брока раскрыли как настоящего героя истории, показали характер и личную драму. А не просто как проходного соперника Паркера. Насчёт остальной тусовки Паучка, то тут всё те же. Гарри Осборн, который всегда поблизости и страдающий фигнёй от нечего делания. Флэш Томпсон, которому, видимо, суждено портить жизнь Паркеру вечно. Доктор Коннор с тётей Мэй, ну и Мэри Джейн. Основной костяк не тронут. Про самого Питера можно сказать, что он тут не глуп. В некоторых моментах подбешивает, но в целом нормально, сойдёт. Обыватели, которые уже видели данный мульт, всё время докапываются до его родинки на лице. Что странно, если честно. Это получается какая-то дискриминация по кожному признаку? Или как? Я не понимаю. Ну да ладно. Но главное, чем меня поразили в мульте, так это злодеи. Вот они тут на твёрдую десяточку. Реально, даже говорить тут не о чем. У каждого своя отдельная история происхождения и своя личная драма. Концепция злодеев вообще с первой серии настраивает на позитивный лад. Прям как в Паучке 90-х. Ностальгия аж пробирает. Лично для меня это второй лучший мульт про Паучка из всей плеяды анимационных приключений Паутильника. И сейчас объясню почему. Ну, во-первых, тут достаточное количество серий, чтобы в полной мере оценить весь размах сериала. Во-вторых, конечно же, отменный сюжет и проработка всех персонажей. Что, несомненно, радует и впечатляет. Ну и на засыпку надо кое-что сказать. Почему опять оборвали мульт? Снова не закончили. Так хорошо начинающуюся историю. Видимо, им нравится дразнить меня. Паучок 94-го. Не закончен. Открытый финал. Паучок 99-го. Не закончен. Открытый финал. 2003-й. Открытый финал. Тут та же история. Можно чокнуться с этими перезапусками. Наверное, я только к пенсии увижу законченную историю про Человека-паука. И то не факт. Что же я вам такого сделал, Марвел? Ответьте мне. Пожалуйста. Жду ваших писем. Ну и что же у нас получается в итоге? Из плюсов можно выделить на удивление хороший сюжет для мультсериала с таким дерзким рейтингом. И классные сцены драк, ну и кучу других мелочей. Из минусов тот же самый детский рейтинг, рисовка, которая не особо подходит для Человека-паука. Но сказать, что она плохая, тоже нельзя. Хотя народ недолюбливает этот мульт как раз по причине рисовки. Ну и флаг им в руки. У каждого должно быть свое мнение. Ну и если понравилось видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, смотри и другие видео на моем канале. Также подписывайся на мою группу ВКонтакте. На сегодня у меня все. Всем и вся пока. Субтитры сделал DimaTorzok